Это новости в форме. С вами Анна Чижелита. Ждобрый день. Глава государства Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком страны. На повестке дня вопросы обороны и военно-политической обстановки вокруг Беларуси. Главнокомандующий отметил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Он потребовал не прекращать постоянный мониторинг ситуации вблизи рубежей, чтобы не пропустить непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Участники совещания также обсудили эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства. В вооруженных силах Беларуси стартовал новый учебный год, но он обещает быть чрезвычайно насыщенными мероприятиями боевой подготовки и разнообразным с точки зрения географии маневров. При составлении плана учтен опыт современных вооруженных конфликтов. В предстоящем учебном периоде вооруженные силы продолжат выполнять задачи по усилению охраны государственной границы, будут укреплять взаимодействие силовой компоненты союзного государства и ОДКБ, демонстрировать мастерство на различных учениях, тренировках, армейских, международных игр. В Брестской десантно-штурмовой бригаде прошло показное тактическое занятие. Мероприятие было организовано для повышения уровня подготовки командиров. На занятии десантники отработали действия личного состава при введении разведывательно-боевых действий, проведение засады в дневное время, а также эвакуация из техники при нештатных ситуациях. В Литве начался демонтаж мемориала советским воинам на Антокальнистском кладбище в Вильнюсе. Комплекс был создан в 1951 году. Там захоронено более 3000 солдат Красной Армии. Всего во время Прибалтийской операции 1944 года погибли около 60 тысяч советских солдат. Несмотря на рекомендации ООН воздержаться от сноса памятника, руководство города продолжило демонтажные работы. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!